Наша шикарная юбочка, трикотажная. С удивительной тканью. Да, с удивительной тканью. И ровненько. Отлично, великолепно. Трикотажная юбка, облегающая, на поясе будет с резинкой. Она очень рыхлая. Мы ее не утюжили, но перед тем, как мы сейчас краили, мы ее постирали, высушили. Ты можешь приблизить, я покажу, что за ткань. Она такая, как врубчик, как резинка такая растяжимая. Решили не утюжить, потому что она уже дала усадку и все остальное. Сейчас бы мы шли утюгом с паром, она бы еще больше растянулся, вот этот рубчик. Вот эту ткань, скорее всего, я бы не рекомендовала вам утюжить, а стирать и аккуратненько вот так выкладывать. Потому что можно ее еще больше от утюжки с паром растянуть. Я думаю, оно будет понятно. Так, потом что мы сделали? Уложили кромка к кромке, навели относительность стола, вот сейчас возьми в общий вид, относительность стола, прямой угол. И к прямому углу добавили вот сюда вот 5 сантиметров и приложили нашу выкройку юбки. Да, у нас как бы 1 четвертая, в общем-то, может подойти трикотажная юбка. Вот мы ее вот так поставили, обвели, ровно по 7 миллиметров сделали припуски. Вот так дальше ее отзеркалили, вот так вот, четко под вот эти вот линии пунктира. И вторую часть обвели. А теперь мы вот так сейчас накалываем булавками. Параллельно низу, две булавки внизу, там или три, и вверху. А боковые мы сразу же подготавливаем под... Мы, вот смотри, вот я даже ее касаюсь, она уже начинает как-то деформироваться. То есть мы вонзаем иголку, чиркаем мне стол, потом как будто себя колем, но не колем. И на миллиметр от намеченной линии припуска оставляем, потому что мы сейчас будем и вырезать, и обметывать сразу же на булавках. Ничего наметывать не будем. Вот, чиркаем стол, как будто себя колем, но не колем. И через каждую, так три сантиметра, один боковой, поднимай, один боковой накалываем, второй боковой, и вырезаем. Обметываем боковые и меряем, все лишнее убираем по бокам. Потому что здесь очень рыхлая ткань, мы еще и долго думали, шить или не шить из нее юбку, но все-таки решили пошить. А изверха мы сделаем такая кофточка, может быть, с любым вырезом, там глубоким, декольте, кем хотите. А от талии басочка, солнышко будет идти, то есть это такой, как костюмчик будет. Может рукав быть короткий, может быть три четверти, ну, в общем, сейчас все увидите, покажем, расскажем. Так, мы начинаем ее вырезать по нашим припускам. Вот, если так передать по ощущениям, что это за ткань, это вот, знаете, такой рыхлый, растяжимый шифон, только в трикотаже. Вот, если по уровню обработки, то это вот, где-то так вот это выглядит. И мы тут, как обычно, вырезаем вот эти наши боковые в два слоя. Тут коррекцию тебе делаем, шва. Здесь, в обязательном порядке, нужна мне надсечка. Конечно, может, так не совсем удобно нарезать. Так, ну, давай тогда сейчас вот так. И по центру ставим надсечку два миллиметра. Потому что центр юбки нам всегда крайне-крайне важен. Вот, и вот так вот по центру два миллиметрика. Не сантиметр. И не вот так делать, как вы любите, потом надрезаете по сантиметру. Мне надо ровно 0,7. И не собрезаем, и идем на верлок работать. Обязательно мы наш крой помечаем, да, что крестик это изнанка. И с той стороны мы тоже крестик ставим, что это изнанка. Что вдруг там чего, чтобы мы знали, где изнаночная часть. И, естественно, и ставим эти же меточки и на самой ткани. Вдруг она у нас как-то там перевернется. Ну, вдруг. Всякое бывает, да? Можно там еще подальше чуть-чуть поставить эти крестики. Начинаем. Так, мы берем, можно сверху, можно снизу. Мы будем сейчас стараться строчить на булавках. То есть ты булавочки на всякий случай их ставишь так, чтобы они у тебя на миллиметр до края не доходили. Это зачем я делаю? Это на всякий случай перестраховочная такая манипуляция. Смотри, мы тут подставляем плотно к ножу, да, вот так. Как только поставили, булавку обязательно убираем. И здесь, видишь, они не достают все... Если булавка под ножик попадет, ножик поломается, затупи... Ну, не поломается, но затупится. И вы потом не сможете обрезать. И вот эту булавку желательно тоже убрать. И ничего не тянем. Вот, видишь, я даже вот такую волну делаю, вот так чуть-чуть. Вот, чтобы... Я же говорила, это очень сложный, такой очень непростой, сложный трикотаж. Его надо помогать ему. Он у нас сейчас убегал с тобой. Видишь, у меня даже получилось тут чуть-чуть обрезать, но нам не надо здесь обрезать. Видишь, хорошо, что мы на миллиметр не докололи булавку. Вот, и вот так вот. И нам надо ровно в шов идти. И помогаем. Она очень мягкая, очень рыхлая, очень, крайне. С ней очень сложно. И ее надо не растянуть, потому что, ну, если растянется, будем сутюживать. Но лучше не допускать этого момента, чтобы оно тут растягивалось. То есть подходишь где-то вот... Бывает такая ткань, что нельзя вот сейчас было бы тут раскалывать булавку, оно может распасться какой-то из трикотажей. Ну, на всякий случай себя предохраняешь вот так, да? И убираешь. Просто не быстро едешь. По чуть-чуть. Да? И убираешь. И вот так вот медитируешь над двумя боковыми швами. Да? Полная медитация. Сейчас тебе вот этот угол поворота пройду, чтобы тебе легче было. Здесь можно чуть-чуть подсрезать. Здесь чуть больше припуска оказалось относительно. Вот так. И вот так. Давай тут просмотрим, что у нас тут за швом. Все хорошо. И вот никуда не спеша подходим. Обязательно подходишь, убираешь. Вот так не должна быть булавка. И вот туда вдвигаешь. Подходишь и убираешь булавку. Обязательно, чтобы вот эта булавка сюда вот в эти иголки не попала. А то иголки тоже могут поломаться. Но это легче, чем наметывать. Еще. Если бы тут нужно было наметывать, мы бы с вами наметывали. Но здесь можно не наметывать. Убираем булавку. Никуда не спешишь. Два боковых обметываем и одеваем, меряем. Если что, делаем коррекцию боковых. Сделали примерку. И нам нужно много убирать по боковому шву. Я наметила. Я складывала вот так вместе. И вот так накалывала прямо на тебе сейчас эти булавки. И в месте, где стояла вот так булавка, я прочертила сейчас мыльцом. И мы раскололи. Кладем на стол. И у нас вот такая вот пунктирная линия получается. Нам нужно ее перенести на изнанку. Мы вот так вкалываем. Вот так вот. Вот в эти вот все пунктирчики. И переворачиваем наизнанку. Только до конца мы сейчас это все сделаем. А потом тонкой стороной мыло берешь и чертишь исключительно по булавке. Чтобы тоненькая линия была. Видишь? По булавке. По булавке. Вот. Хорошо? Вот. И сейчас все это переносим и дальше начинаем делать коррекцию бокового шва. Вот наши все линии. Мы их перенесли. Мы можем сейчас наколоть. Можем потом наколоть. И выводим по вот этим точкам. Сейчас, чтобы они поярче тебе видны были на телефоне. Я сейчас вот так вот укладываю. И выводим с помощью бачка вот эту линию. И это мы находим наш собственный с собой окат бедра. Вот. Вот эту пренебрегаем этой точкой. Потому что надо было хорошо утянуть талию. Вот. У нас плавная линия бедра. Вот она. И вот здесь, сколько здесь, столько будет к низу. Сейчас, наверное, это же расстояние и заберем. Даже, может быть, еще и уже сделаем. Более зауженную линию. Конечно, она вот так вот ложится, как подстягивает слегка. Сейчас мы ее выведем. И выложим. Да, вот так будет. А теперь мы ее накалываем. Здесь старайтесь в бедре, чтобы была такая очень плавная линия. Ни в коем случае не острая. Это трикотаж. Здесь должны быть только плавные линии. Ну, как и на любой другой ткани. И так же самое. Мы сейчас с тобой вот так наколем. Как будто бы мы уже пойдем на обметку. На верлок. Хорошо. Вот так накалываем. И мы сейчас с тобой внесем изменения. И на вторую часть. И сразу же в выкройку наведем все изменения. Хорошо? Давай. Накалываем. Паузу. Не, не, не. Вот сюда поближе и ровнее. Да, давай. Вот смотри. Я сейчас ее вот в вторую сторону так расправляю. И холостую поскалываю. Я сейчас наложу одно на другое. И вместе сразу осноровлю два боковых. И мы сразу же внесем все изменения в выкройку. Или новую выкройку обрисуем. Сейчас посмотрим как. Потому что вот вроде как трикотаж. А вроде как не трикотаж. Как шифон какой-то в руках. То есть очень сильно растяжимое. Но мы с тобой приняли решение, что мы все равно будем шить из нее. Так. И вот так. Шов ко шву идеально совмещаем. И сейчас мы наколем сейчас еще. И обрежем весь этот припуск. Все время приходится вот такие вот движения делать, чтобы он хоть как-то разлегся. Потому что я его ложу, а он как-то начинает как присбориваться. И вот сейчас фиксируем. Параллельно. Ну, чтобы можно было. Ну, даже можно. В общем-то, это и по этой стороне. Мы сейчас все равно ее в таком шахматном порядке будем. И здесь вот так вот. И вот здесь вот так вот. Вот так вот. И сейчас обрезаем. Только с припуском 0,7. Конечно, лучше его или навести. Если есть возможность, то от руки можно сразу его. Вот. Перепроверяем. Вроде бы как ровная линия. Сейчас еще раз я ее намечу. Вот так вот. На 0,7. Мы можем относительно того припуска, который сейчас режем, внести изменения в выкройку. Сейчас будем разными способами смотреть, как сейчас покажет мне сама ткань. И вот так 0,7 припуск. Умельчаем. Сейчас я вот это разровняю. Посмотрю, что он тут. Как лучше поступить. Это мы с тобой отложили как бы два куска. Ну, смотри. Где мы сейчас переснимем. Это у тебя будет под эту ткань будет отдельная выкройка. Под другие трикотажи, под другая выкройка. Потому что здесь мы очень много по боковому убирали. Очень много. Ну и обрезаем. И опять идем сострачивать на верлок. И опять меряем. И опять сутки. Ну и сейчас должно быть хорошо. Потому что она очень такая растяжимая. Вторую часть мы сейчас с тобой вот эти вот холостые убираем. Наколки. И вот эту одну сторону аккуратненько вот так раздеваем. Оп. И пока это ровненько лежит, тут же бегом ее накалываем. Да? Сейчас я пересниму выкройку после того, когда ты вот это вот тут наколешь. Только вот дальше ее никуда не отворачивай. То есть тут надо не дышать над этой тканью. Удивительный, конечно, трепетаж. Ну, будет очень, конечно, приятно. Да. Вот мы сейчас наложили нашу юбку. Я второй раз уже ее не буду накладывать. Я еле-еле ее наложила. Не успели заснять. Забыли. Вот. Навела вот так пунктиром. Свожу сейчас вот эти вот все линии. Да? И написала, что здесь есть припуск и к верху есть 0,7, и к боку 0,7. Ну, и к низу там сколько будет. Вот. И мы сейчас вот эту вот линию можно от руки вот так вот. Ну, в общем, сводим. Здесь, на самом деле, чем плавнее, тем лучше. Ну, мы сейчас еще раз померяем. Ну, обметаем, померяем. И тогда уже, если надо, будет еще раз внесен изменение. Да, да. Так, вот это верх нашей юбки. Мы надели все хорошо. Мы что делаем? Ставим на ребро наш вот этот вот сантиметровую ленту. В нерастянутом состоянии сейчас лежит у меня юбка, да? Вот так вот ставим. И на ребро, вот так вот, на 7 миллиметров, промеряем расстояние. Вот 31,5. И где-то себе записываем, там, 31,5. И промеряем до миллиметра нашу резинку, вот, ровно 2,5 сантиметра. Чтобы резинка не скручивалась, не складывалась, ни вот так вот не делала, то нужно, что сделать, на от 2 миллиметров до 0,5 дать слабинку. То есть мы сейчас будем 2,5 миллиметра добавлять 3, еще полмиллиметра, 5 миллиметров до 3 сантиметров. Итого, 3 плюс 3 это 6, и плюс 0,7 и 0,7 это припуски для нашего пояса. Итого это получается 7,5, да? Ну, грубо говоря, 0,7, 0,7, 1,4, ну, полтора сантиметра. Вот, 3 плюс 6, плюс 1,5, 7,5. Значит, нам нужно будет сейчас раскроить наш прямоугольничек из той части ткани, которая является наиболее растяживой. Сейчас мы смотрим. Мы вот так с тобой не можем кроить подалевой. Видишь, она очень плохо тянется. А мне надо, чтобы она тянулась так же, как и основная наша. Юбка. Вот, поэтому мы с тобой сейчас вот так ее аккуратненько стыкаем. Вот сюда под прямым углом наводим и делаем вот этот прямоугольник 7,5 высотой и 31,5 умноженное на 2. Можем 2 куска сделать, можем 1 кусок сделать. Так, сейчас посмотрим. Так, паузу ставь. Ну, говоря, по вот этим нашим с тобой вот крайним точкам, где мы резали нашу юбку. Сейчас с тобой проводим по такому прямую. Ну, экономим же ткань. Может, там еще планируем тебе блузку делать. Вот, и от нее 7,5 сантиметров. 7,5. 7,5, да. И проводим линию. И нам надо 31 умноженное на 2. 31,5, да? И плюс еще припуски. Так. Паузу нажимать. Вот тут у нас кромка с такими проколами некрасивыми. Мы сейчас в один слой будем резать этот пояс. Намного не надо. Вот мы 31,5 умножили на 2. Плюс 1,5 получается 64,5. Нам всего 64,5 сантиметра нужно на пояс. Мы с тобой вот так вот отмеряем. Нам благо, чтобы с тобой все хватает. Вот, 64,5. Включаем только в один слой режем. Нам в два не надо. Это если на вторую юбку будем планировать, да, мы это делаем. Вот. И вырезаем этот прямоугольник в один слой. И сострачиваем там дальше. Сейчас дальше покажу. Да. Вот тут мы делим пополам. Только смотрите, чтобы мы поизнанке же обметываем. И смотри, вот где пополам мы должны одну часть, например, вот так вот обметать. Вот это все. А здесь кусочек, потому что нам же надо через что-то вдеть нашу резинку потом. А вдруг, если ты захочешь еще потуже, то у тебя будет возможность всегда достать. Так, значит, как мы делаем. Поставили и начинаем обмескивать. Я, естественно, перейду. Сейчас я покажу, как восстанавливать эту линию. Как ее вот так вот протягиваем. А вот эту мы с тобой вручную сейчас подраспарываем. Вот этот оверлок. Вот так берем за вот эти... Первые вот эти две строчки оверлока. Если за них тянуть за ниточку, все остальное распарывается. Вот, мы его просто вот так подтягиваем. Вот эти две ниточки. Видишь? Вот, и все, вот он распоролся. И мы сейчас вот эти ниточки между собой там два-три раза связываем и протаскиваем между вот этими вот обмёточными швами. Вот, и вот этот маленький кусочек заезжаем. И тоже протаскиваем. Тут совсем, конечно, маленький кусочек. Ну, хотя бы так. Можно и так обрезать. А вот этот вот кусочек мы сейчас вденем в ушко большое и протащим вот сюда, вовнутрь. Сейчас паузу нажми, сейчас мы это все перейдем. Да. И вот мы берем сейчас, связываем. Раз. Два. 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 Все, примерно их там, ну, не примерно, а четко их обрезаем, чтобы оттащить с большим ушком иголку. И вот так между тканями вот туда управляем. Это точно никогда в жизни не распустится, и все будет замечательно. Вот сюда, вот. Протащили. Все. Лишнее обрезаем. Где-то два сантиметра протаскиваете. Ну, и эту часть тоже самое. Потому что нам все равно надо же за пояс сейчас будем приметывать, накалывать и обметывать на оверлоке. Может, надо еще более толстую ушко взять. Протянуть. До конца никогда не протягивайте эту часть. Значит, не протянется. Застрянет и все. Вот, теперь твоя задача. Мы выворачиваем, вот, видишь, наша дырочка, она никуда не денется, как бы я ее не растягивала. И мы с тобой вот так вот сейчас берем и накалываем вот так булавками, просто совмещая вот эти вот срезики, чтобы они были одинаковыми. А перед тем, как ты дальше это будешь делать, мы должны навести здесь четыре центра. Пусть только, да, мы обметали, потому что у нас есть два боковых и посередине еще у нас два центра с тобой есть. Вот, как их находить? Вот, я вот тут зажала, да? Ровненько оно легло. Здесь надсечка, да? Два миллиметра только. А потом одну надсечку со вторым боком соединяю, вот тебе вторые две надсечки. Опа, положила. Вообще не хочет лежать, так вот. Двигаешь. Вот так, и здесь надсечка. Смотрите, когда это делаете, чтобы не перекрутилась у вас тут, не сместилась вот эта точка. Все, а теперь вот так вот с одной стороны берешь булавочки и накалываешь. Где-то через каждые там три сантиметра. А потом мы будем присоединять к поясу и идти на обметку верлока. Так, хорошо? Она у нас вверх должна смотреть, потому что она должна же прилегать потом к телу. Так, а у нас сейчас все равно, куда одевать. Мы с тобой вот так вот накалываем. Я тут развернула припуски. Здесь в поясе в одну сторону, боковой в другую сторону. Но нам нужно вот так сделать, чтобы лицо верлока было видно. Тогда мы вот эти припуски на самом поясе поворачиваем в другую сторону. У нас же есть лицо верлока, есть изнанка верлока. Вот там, где видны вот эти две прострочки, вот это лицо верлока. Ну, якобы по технологии так должно быть. Так, и вот так накалываем. А теперь вот одну точку, да, потом мы берем с тобой вторую надсечку, которую мы делали. Да, это второй боковой шов будет. Вот тут где-то должно быть. Так, вот оно. Видишь, тоже тут стараемся ставить на лицо верлока. Так, вот что-то у нас тут не совпало. Что-то у нас тут с тобой разъехались эти точки, надсечки. Ну, я сейчас говорю среднюю тогда. Так, вот эту. И сейчас остальные вот эти вот. Тоже на один миллиметр не докалываем. И здесь тоже самое. Вот надсечка с центром юбки. Помнишь, когда мы краили, мы оставляли эти надсечки. Для того, чтобы потом вот так вот сейчас очень легко найти середину и быстро-быстро присоединить пояс вообще. Вот. И следующий центр. А потом между центрами вот так вот скалываешь, чтобы все три среза ткани были на одном уровне. Вот так тоже через каждые там три сантиметра. Вот так вот мы скалываем. И идем на оверлок, сострачивать полностью по кругу вот эту нашу с тобой строчку. Да, только смотри, чтобы здесь вот эти все три слоя ткани были одновременно. Да, вот так вот. Вот давай, по кругу, по кругу. И чтобы у тебя только с одной стороны были булавки. Хорошо? Не с бокового, чуть-чуть отходим. Вот так вот. Вот. И ставим. Убираем булавочку. И когда ты будешь обметывать, все время обращай внимание на то, чтобы ты вот тут видела три слоя ткани. Особенно на вот этих, ну вот у нас первый и фактически последний будет шовчик. Он может сильно-сильно растягиваться ткань. Видишь? Вот я ее вот так даже. Приподнимаете вот эту лапочку и вот так вот помогаете ему зайти. Иначе он может, ну, бесконечно растягивать. И что-то еще там нехорошее может сделать. И вот так медленно, медитативно прострочишь где-то за 5 сантиметров до вот этого момента. Я тебе покажу, как завершать, потому что мы еще с тобой не делали. Что мы делаем? Мы с тобой обрезаем вот этот вот кончик. Можно тут уже эту булавочку убрать. И вот так переходим. Вот так. Перешла и вбок потом. А потом вот этот кусочек нитки мы сейчас берем с тобой иголочку и протаскиваем внутри ткани. Все, вот это наша вот юбка. Вверх обработан. Сейчас мы вставляем туда резинку нашу. И одеваем и окончательно низ определяем длину. Все, вот это вправляй и одевай. Шовчик не прострочился. Что мы делаем? Мы делаем коррекцию, подпарываем вот эти вот первые две строчки оверлока. Видишь, там где они имитируют обыкновенную строчку на машинке. Первая строчка, вот вторая строчка. Вот. Натекли их с двух сторон. И теперь вот так вот подтягиваем, вынимаем. И у нас сейчас распадется наш вот этот весь оверлок. Вот. Все. Раз. Обрезаем вот это вот все. И начинаем вот с этой стороны. Так, сейчас подтянем. Наколем. И прострочим. Так, давай. Ну, в общем, наколем. И сейчас покажем, когда у нас идет коррекция. Ну, да, я немножко с другой стороны начинаю корректировать с изнаночной, потому что вот этот хвостик можем сейчас не увидеть. Начали. Плавно заехали. Аккуратненько все перепроверяем. И опять же, вот эти кусочки все заправляем в сам шовчик. Ну, между тканями. Под оверлоком. Все. И одеваем. Потому что мы уже с тобой... Тут хорошо я перешла. А здесь, вот, видишь, нехорошо. Нет, эта строчка вырвалась. Подожди, сейчас я еще раз сделаю коррекцию. Надо было подтянуть дальше. Вот так поставить дальше. Всегда стягивайте вот так оверлок. Только потом обрезайте. Ну, все, да. Вот теперь все хорошо. Теперь у меня все странно. Все заправляем. И аккуратненько одеваем. Вот, и сейчас мы с тобой вручную можем, конечно, ну, на машинке потом, естественно, сошьем. Но сейчас мы с тобой планировали вот так, да. Но мы сейчас чуть-чуть побольше с тобой возьмем. Прям вручную хочешь белой ниткой вот так прострочи. Ну, вот, прометай туда-сюда. И мы оденем, посмотрим, как будет на талии с тобой. Всегда можем сделать заниженную талию. Я тебя вот так сейчас определяю. Вот, и сейчас ты вот так вручную. Вот наша меточка. И мы ставим вот так машинку, да. Два с половиной миллиметра стежок. Прошли в первый раз. Только чтобы вы так ставьте, чтобы у вас одинаковые были вот эти края молнии. Ой, господи, молнии. Резинки, да, чтобы оно совмещенное было. Ну, в идеале, конечно. И в эту же точку вот так пошли. Перешли, вперед пошли. Так хотя бы три раза сделаете, все. Можно даже закрепки не делать. Ну, четыре раза. Все. Ну, на века она с тобой, все будет хорошо. И под корень вот так вот обрезали. Единственный момент, что можно иногда еще даже концы вот этой вот резинки самой. Давай я тебе тут чуть побольше вот так на всякий случай оставлю. Хотя, вот так давай оставлю. Если на заниженной, то там надо еще больше выпускать. А здесь вручную мы сейчас вот так подошьем. Или на верлоке сейчас обметаем. Давай мы сейчас у нас с тобой стоим. Паузу поставим. Вот, мы решили этим же цветом обметать. Так, все. Вот так тоже вправляем туда этот верлок. И она не будет сцепаться у нас, эта наша резинка с тобой. Да? Вот так туда вправишь и обрежешь. Хорошо? Сделали на талии нашу юбку, все-таки мы решили не на заниженной. Как изначально мы планировали все на талии. А вот чуть-чуть здесь забираем, вот, эту самую выступающую часть. Потому что когда, пока не стоит пояс, ну, резинка в пояс не втянута, очень сложно увидеть, ну, как сидит юбка. Особенно дрикотаж, особенно вот из этой рыхлейшей ткани. Вот, мы перенесли эту точечку. Сейчас я ее перенесу сюда. Унесем все изменения в выкройку. Можем даже еще больше ушить. Видишь, вот эта часть, которая такая вот, она выступающая была. Сейчас ее просто уберем. Смотрится кому-то, знаешь, как стянутый шуб, хотя он совершенно не стянутый. А на этой ткани он как-то так странно смотрится. Ну, и 0,7 сюда сразу добавляем, да. То есть, вот сейчас 0,7, ну, на сантиметрик мы сейчас две стороны его сведем, эту линию. И все, вернусь. То есть, максимально можно даже вручную навести эту линию. То есть, чем она плавнее будет, просто я пока окончательно всю на талию не поставим, я обычно вот эти выпукности очень осторожно к ним отношусь. Вот, ну, вот фактически вот так вот уже. Просто прямим эту линию. Можем даже еще больше на самом деле и заузить. Давай, наверное, мы и заузим в том числе. Сейчас сложим вот эту вот, одну и вторую сторону. Наложим и выдержим. И изменение, естественно, на нашу выкройку еще. То есть, для самых вот таких вот рыхлых трикотажей у тебя уже есть отработанная выкройка. Я сейчас посмотрю, может, что-то все-таки можно слить. Хотя вот так, ну, ни к чему не придерешься. А одеваешь, такое ощущение, как будто он как подстянутый шов оверлочный. Так себе ведет вот этот рубчик. Безутобно сейчас было внизу длина. Да. Ну, ширина, вернее. Да. Выложим. Обязательно мы накалываем булавочками. Чтобы мы ровно могли срезать и ровно опять накалываем булавками. И последний раз строчим. И потом сразу же обрезаем низ. Обметываем на верлоке. И посмотрим, либо на распрошивалке низ прострочим, либо вручную будем подшивать. Посмотрим, как распрошивалка будет брать. Она возьмет хорошо распрошивалку, в принципе. Эту ткань. Что-то плохого не будет. Но если я внизу сейчас заужаю, то мне еще надо вот здесь убрать на самом деле. Это может быть такой вариант, что... Смотри, я вот эту линию, например, вот даже вот эту 0,7 я сейчас снимаю. Мне опять надо будет сводить вот эту линию. По примеру. В принципе, у нас есть такая возможность это сделать. Ну, сейчас врезаем, опять накалываем и опять идем обметывать. Все, паузу стоит. Хорошо у нас, но мне очень не нравилось, как вот у нас... Я вообще тут боялась, что у нас оверлок будет сильно растягивать эту ткань, она будет рыхлая, и мы ее будем сутюживать. А на самом деле, наоборот. Он вроде все нормально с натяжениями, а он сильно стягивает низ. Ну, вот боковой шов ближе к низу, прям как стянутый такой кажется. А так по настройкам все замечательно, нормально. Поэтому вот сейчас нижнюю часть я сейчас чуть-чуть буду чуть-чуть подрастягивать, а уже к боку пойдем, как обычно, все на стяжку. Так, ты опять забыла, как накалывать. Мы же между прокалываем так, чтобы мы могли между двумя проколами якобы прострачиваем. То есть между проколами это он будет удерживать. Вот тут мы будем сейчас обметывать. А у тебя получается дальше оно. Это первое изделие. Чего ты переживаешь так? У всех так. У всех. Никто это по-другому не делает. Сейчас я попытаюсь. Еще помогать ему надо. Вначале. В данном случае даже я так делаю. Чуть-чуть хотя бы мне сантиметров 30 лети, что у нас длина где-то 68 юбки от талии. Дальше уже подходим к боку. И все, дальше ни в коем случае не тянем. Вот так дострачиваю вот этот вот шов. И вот смотри, вот сюда проходишь. И еще идешь, идешь, идешь. Давай до сюда дойдешь. И мы сейчас заснимем еще. Вот смотри, чтобы обрезать низ, нам нужно наш низ юбки сложить боковую к боковому. Один припуск в эту, а другой в эту сторону. И чтобы обрезать, и чтобы смотрелось потом ровно, то надо обрезать криво. Мы сейчас с тобой тут же это обсуждали. У нас здесь 5 сантиметров припуск. И мы оставляем 3 сантиметра в готовом виде. А вот так вот на 2 сантиметра мы сейчас срежем. Мы уберем вот эту вот некрасивую часть. То, что у нас там позакручивалось. Здесь должно быть под прямым углом в обязательном порядке. Вот эту часть. Так прям под линейку кладем. Хотя бы 10 сантиметров здесь должно быть под прямым углом. От центра зада и от центра переда. Это в любой юбке. Какую бы вы вообще там не взяли. Даже солнце-полусолнце там тоже самое. А потом мы ее плавно сносим. Ну, сводим вот эту линию. То есть мы должны наметить криво, чтобы получить потом ровно. Когда мы на тебя оденем. Вот. Видишь? А будет смотреться ровно. Даже есть где-то на ютубе тоже видео. Как обрезать низ с разными припусками. Как я их нашла, что они разные. Как вообще. То есть там, я смотрю, мало просмотров. Там, на самом деле, очень ценная информация. Что-то не все на это реагируют. Вот это самое обрезаем. И идем на оверлок. Мы с тобой приняли решение, что мы не будем юбку загонять в спортивный стиль. А типа сделаем ее типа под классику. То есть мы сейчас обрезаем, обметываем, наметываем на 3 сантиметра. Я показываю тебе вот этот волшебный шовчик с напуском. Где мы не имитируем нашу с тобой распошивалку. Но мы тоже делаем растяжимый низ. Но благодаря этой строчке мы можем с тобой нашу ногу поднять по любую высоту. Ну, кроме там шпагата, конечно. Просто удобно будет заходить транспорт, еще куда-то. На лошадь запрыгивать. Ну, я надеюсь, ты не будешь в этой юбке не подразумевать. Я же просто знаю, на что вы способны. Так, вот давай сейчас обметываем. А перед тем, как обметывать, смотри. Ну, в принципе, нам тут в общем-то в какой-то степени все равно в какую сторону загибать наши припуски. Но вообще можно смотреть относительно вот этой вот. Вот это еще позаправляем с тобой заправлялки. В общем, обметываем сердца. Давай, включила. Ага, вот мы так. Не с бокового начинаем. И вот так вот обметываем. Если он будет стягивать, мы сейчас его потом... Нам же надо, чтобы он растяжимый хорошо был. Ай-яй-яй, съехал. Сейчас посмотрим, что он там не делает. Я даже чуть-чуть не подрастягиваю. Даже не то, чтобы подрастягиваю, а просто его... Он сам. Я его не растягиваю, он сам вот так вот как бы нужное нам делает. Вот эта вот резинка, которая здесь есть на ткани, благодаря вот этому рубчику, она растягивается. Удивительная ткань. Ну, где-то так. Уноситься хорошо будет. Главное, чтобы она не вытягивалась на попе. И все. Ну, все, чтобы ушивать. Потому что все равно с тобой приняли решение эту юбку шить. Самое лучшее решение здесь какой-нибудь лапсердак пошить. Такой вот. С сапавшими такими передними углами такими вот. Вот смотри, что тут еще мне надо. Мне надо вот согнать сейчас вот эту вот нитку. Видишь, что с ней происходит? Вот. Она вот так затягивает. Мы сейчас ее... Нет, не сюда сгоним. В другую сторону. Надо было вот сюда сгонять. Как лучше сделать? Давай тогда отсюда. Вот так вот сгонять. Потому что потом ногу не поднимешь. Он тебя будет сдерживать. То, что мы волшебным швом там подошьем, там вне сомнений. Просто вот оверлок может не дать поднимать ногу. Здесь очень аккуратно. Это вот эти первые две нитки. Мы сейчас сгоняем. Они вот так вот себя вели тут. Я просто предвосхищаю все остальные последствия. Поэтому мы очень долго шьем эту юбку сегодня. Но, по крайней мере, мы все-все-все нюансы с тобой записываем. Сейчас тут распорится часть оверлока. Потому что я сгоняю. Упираются вот эти вот первые две строчки. Даже дальше. Бокового нужно. Все. Я вот где-то сантиметров 10 строчки спасла. Ну, и мы сейчас еще и в другую сторону с тобой сгонем. Потому что чуть-чуть-то еще надо же дообметать. Ого, вот она даже сюда еще. Не дошла. Ладно. Как раз перейду. Делаем большую-большую полосную строчку. А теперь то, что я тут сгоняла, я теперь в другую сторону. Вот видишь, мы там где-то, где сейчас прострачивали. Мы же там не сгоняли. Я сейчас ее вот в сторону вот этой вот нитки сгоняю. Вот так вот. Теперь где-то оно там выпрыгалось. И теперь мы эту линию, ну, вот эту нитку продеваем. И теперь наша с тобой задача вот здесь вот на 3 сантиметра наметить линию, по которой мы будем сейчас загибать, наметывать и вручную подшивать. Хорошо. И начинаем вот так вот наметывать. Ровно посерединке. Ну, примерно там посерединке. Вот так вот. Если мы захотели бы делать на распоршивалке, мы бы не обметывали бы вот этот край, а мы бы сразу обрезали на 2 сантиметра и сразу же бы строчили. Распоршивалка, она делает и двойной шов, и сразу же обметывает внутри. Но мы не хотим загонять нашу юбку в спортивный стиль. Мы ее такую сделаем на грани классики и спорта. Вот, и вот так по кругу по кругу наметываешь. А потом синюю нитку в уголку берешь, я тебе показываю волшебный шов. Так, что мы делаем? Мы присоединяем. Вот здесь мы сделали узелок на нашей синенькой ниточке. И мы присоединяем сначала боковой к самому вот этому припуску. Вот таким вот образом. И вот, Оля, удобно в правую сторону. Давай, буду пытаться тебе показывать это дело. Мне это просто неудобно. Я же прошла. Ну, покажи влево. Давай, да. Потому что иногда оно у меня получается, иногда не получается. Ты просто с другой стороны начнешь. Но все равно ты точно так же это все вот так закрепляешь. И тут вот очень важный момент в чем идет. Мы идем, можно вот тут вот идти. Тут просто плохо видна вот эта вторая строчка. Но хорошо видна нижняя строчка. Вот давай мы по ней и пойдем. И мы будем идти с тобой медитативно, стежок через стежок. И ровно за одну ниточку. Не за две, не за пушок, а за одну. И делаем напуск. Но напуск не выше вот этого вот. Видишь, оно выше. Значит, чуть-чуть подтягиваешь. И опять дальше идешь стежок через стежок. И вот тут за одну ниточку вот так хватаешь. Может, надо еще потоньше иголку взять, потому что она толстоватая. Видишь, высоко, чуть-чуть подзажали. И в прямом смысле слова медитативный такой вот шов. Надо успокоить нервы. Сидим и медитируем. Не знаю насчет, можно ли смотреть под этот шов чего-нибудь. Значит, собьешься. Можно только слушать, если что. Или кого-нибудь слушать. Видишь, чуть-чуть слегка затянуло, значит, отдаешь. И вот тут главное, смотри, мы же там слегка растянули вот этот вот шов нижний. Поэтому вот я сейчас вот так прикладываю, вот так. Видишь, ну как припосаживаю вот эту часть. Видишь, чтобы он нигде там тебя нерастяжимый там не был. Ну вот и опять, у тебя должно быть вот где-то там, ну максимум через 0,5 шовчик. Ну 0,7 это самое огромное. А так лучше через... Вот у тебя стежок сделала, прошла. И у тебя идет такая вот одинаковая вот такая вот... Как называется правильно? Ну я называю его шов с напуском. Потому что классические брюки мужские мы будем так делать. Пальто подшивать вручную. То есть трикотажные вещи. Ну очень хорошо работает. Очень хорошо. Ну мужские, женские эти классические брюки. И теперь паузу ставить. Половину подшили. Чтобы у нас уже была домашняя работа. Мы вот так кладем нашу юбочку. Мы сейчас зафиксируем вот этот вот наметанный край. Можно даже с парком здесь работать. Ну смотри, я утюжу максимум до конца оверлока. Дальше не надо. Эта ткань у нас с тобой помялась. Не утюжили изначально. И даем возможности остыть. Если после подшивки, когда ты полностью подошьешь и вытащишь вот эти все наметки, если останутся следы, то то же самое движение так же самое сделаешь. Но по идее должно уйти. Если не уйдет, то мне позвонишь, я тебе скажу, какое видео смотреть на ютубе. Вот оно остыло, все. Вот он теперь зафиксировался, вот этот край. Потому что подшить одно, но обязательно должна быть утюжка, если у нас нет с тобой распрошивалки. То есть здесь в обязательном порядке мы должны зафиксировать вот этот край. Видишь, я таким образом сейчас с паром, в том числе, и приутюгах, с утюживаю вот эту растяжимость, которую мы делали, когда обмётывали на верлоке. Чуть-чуть шире его сделали. Вот это первая и последняя утюжка на ютубе. Можно прижимать лаптем. Вот так. Обязательно. Он что делает? Он под давлением, под весом, он остужает, жар в него входит, и он как бы фиксирует форму. Когда что-то остывает, оно фиксирует форму. Когда оно тёплое, разогретое, оно форму может потерять. А когда вот оно остыло, уже всё. Особенно, если оно должно быть в обязательном порядке, под каким-то весом быть. Вот. И дальше ты доподшиваешь. В принципе, вот, в следующий раз мы с тобой уже занимаемся кофточкой с баской. Продумай, какой там ты хочешь чего, может, что ты ещё увидишь интересного. Ну, тебе уже её можно носить. Единственное, конечно, вот ты сейчас доподошьёшь, ну, как раз вот сейчас в тебе время будет. Я бы посмотрела, чтобы вот эти не тянули, вот эти боковые. Ну, вообще, как оно на тебе сидит? Сейчас, после того, когда мы уже полностью осноровили весь низ, ну, подшили его, комфортность. То есть, может быть, что-то тут надо будет ещё подшимать, а может, ничего и не надо. Потому что, конечно, трикотаж здесь очень сложный. Даже водолазку-то пошуёшь, она со временем будет растягиваться. Сейчас я посмотрю на швычки, чтобы её не понравилось. Я приутюжу тебя и сразу расправлю, чтобы у тебя потом не было никаких элементов. А, заправишь ниточки вот эти вот все, вот боковых. Вот, сейчас я тебе вот так положу, чтобы смотрю, что пришёл. Мы растягивали, когда обмотывали. Вот, сейчас берём пашку. На брюке, утрю его. Он уже, по идее, не должен будет так себя вести. И... ...манипуляцию будет. Она очень редкая. Не бывает, что надо подрастянуть, чтобы он не затягивал. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Сейчас я фиксирую, он остывает и фиксируется. Тут каждая ткань, вот эта коррекция или такая корректирующая даже утюжка, она может быть совершенно в другой ткани, совершенно другая, нежели я сейчас, например. Где-то надо будет, наоборот, сутюжить, потому что волна пойдет по боковому, а где-то нет, тоже здесь видео такое. Так, и второй боковой тоже самое. В трикотаже можно работать с паром. В костюмно-платинном ассортименте мы работаем с паром только тогда, когда утюжим ткань перед расходом. Практически больше, ну вот только вот у Насти такая ткань, что мы можем позволить себе утюжить с паром даже готовую утюжку даже делать иногда, потому что это штапель, и он раз и форму принял, раз и лежит, и шикарно носится, и все остальное. Ну, в общем-то, это и все. Дальше до подшивания.